Всем привет! Буквально менее дня назад вышел новый выпуск Браво Толк, где разработчики рассказали все о грядущем седьмом сезоне. Хроматическим персонажем в новом боевом пропуске оказался динозавр Бастс, и меня крайне смутила его ульта. Сходу она мне напомнила ульту героя Клокверка из игры Дота 2. Если вы в нее не играли, то сейчас я вам покажу сначала ее описание, а потом и визуал в игре. Быстро выпускает захватное устройство в указанном направлении. Если Крюк попадает в живое существо, герой запускает себя в цель, оглушая ее и нанося урон. Любые враги, с которыми герой сталкивается по пути, также получают урон и оглушаются. Смотрите, вот так, получается, что суперсел воруют героев из других игр. Давайте в этом разберемся. Вообще из Дота 2 разработчики взяли пока что только этого героя, но если уйти в прошлое. В четвертом сезоне был добавлен персонаж Лоу. Еще при просмотре того Бравл Толка, у меня сразу же прошла ассоциация с персонажем Мэй из Эвервотча. Что основная атака, что ульта, были взяты у этого героя. Основной атакой оба медленно замораживают своих врагов, но со временем заморозка пропадает. Ульта сначала замедляющая, а потом и замораживающая врагов область. Опять же смотрите геймплей, но совпадение налицо. Но в обновлении позже был добавлен еще один новый герой, Байрон. Но если ледяной чел, который может всех морозить может являться стандартным образом, то Байрона я оправдать не могу. Он является плагиатом Анны из Эвервотча. Опять же лице и зрите. Лечение выстрелами, исцеляющее союзников и наносящее урон врагам банка не оставляет и шанса на оригинальность этого героя. Что тут сказать, будем и дальше наблюдать за оригинальностью героев, а свои предложения можете писать в комментарии. Жду все варианты. До скорого.